Друзья, добрый день! Мы находимся в пресс-центре «Аргументы и факты». Меня зовут Наталья Кожина. И у нас с вами есть уникальная возможность сегодня пообщаться с группой «Фабрикой», поэтому не упустите свой шанс. Девушки, красавица, здравствуйте! Здравствуйте! Нам сказали молчать и выключить телефон, и тут предательские. Кому-то пришла смс-ка. Смс-ка, да, закрепили сапоги, кресла закрепила. Ну что, я рада вас видеть. Вы у нас не первый раз родные и любимые. Ира, Катя, Саша, друзья, призываю вас. Несмотря на то, что 12 часов дня, многие из вас наверняка спят, погода вообще не располагает, не знаю, вы еще бодрые и веселые. Во сне, во сне набираете вопросы. Да, во сне набирается. Девчонки, тем более в Твиттере, да, вы написали? Да, мы написали все в Твиттере, и, пожалуйста, присылайте. Кстати, в Твиттер тоже можно присылать вопросы, мы тоже постараемся. Так сколько за рекламу Твиттера заплатили? Вообще не сколько. Да-да-да. Кстати, тебе скажу, Твиттер рекламировали все остальное. Надо сказать, что ну Катчеру как-то примазаться, потому что вот ему, наверное, точно заплатили. Начал рекламировать Твиттер, и вообще как бы... Он активно, да, писал следующее за мной. Это ему точно заплатили. Ну что, девчонки, у нас прекрасно... Ох, поехали. Вот вы знаете, я, кстати, анализировала так немножко вопросы, которые вам приходили вот в прошлый раз, и поняла, что два актуальных вопроса у нас с конференции в конференцию переходят. Как думаете, какие? Почему назвались фабрикой, когда новый клип? Нет, нет. Какие ваши творческие планы? Вот за эти три вопроса... Вот, 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 горячо, горячо. Сейчас, и второй, и второй, сейчас, и сейчас. Почему шла сати? Нет, а второй девочке... Что вы сделали сати? Что вы сделали сати? На самом деле. А второй на самом деле вопрос был, когда вы снимете с себя всю одежду и продемонстрируете себя... Тоже снимали, ну ладно. Так вот ты понимаешь, не хватает людей. Катя, скажи, пожалуйста. Да все снимают что-то. А, мы с этого начнем, да? Катя, это последний из всех вообще что-то снимала, так что не надо, Катя. Так, ну хорошо, кто-нибудь будет отвечать на этот трепещущий вопрос? Друзья, внимательно следите. Группа Фабрика уже показывала все свои прекрасные формы на страницах мужских журналов. Но покрытые ткани не совсем уж так, это очень дорого и невозможно. Вот, а и я тоже показывала, тоже прикрытые. В общем, перелистать нужно, да? Да, там, где не прикрыто было, просто все стерли, все как будто и не было. Я хочу сказать, что вы еще в клипе в своем пристали, тоже очень сексуально так, в новом клипе, да, где-то в шортиках там. Надо сказать, что шортики – это нормальная летняя одежда любой вообще российской девушки, не российской тоже. Подожди, Катя, я только за, вообще, я только восхищалась вашими формами, поэтому я вот здесь абсолютно в таком положительном ключе. Я просто подвожу вас к тому, чтобы вы немножко рассказали об этом клипе. За 10 дней 60 тысяч просмотров, и я думаю, что еще дальше-дальше будет это все-чуть выбираться. Девчонки, ну не знаю, шорты, может, так-то. Я думаю, что не до конца все-таки мы сделали свои «Па», и не до конца станцевали стриптиз. Если до конца станцевали стриптиз, было бы уже не 60, а 600 тысяч просмотров. Например, как у известной группы одной. Да, ну какая разница вообще? Скажите мне, как работала с вам Соланом Бадуева? Ой, чудесно. Мы оборжались на съемках. Это по фотографиям можно видеть, когда мы стоим втроем, ловим его, в общем, команду, а он показывает, что нужно сделать. Причем он и режиссер, и актер, и хореограф, и сценарист, и балетмейстер, и кто только, и мейкап-мастер. Да, и акробат нужно сделать. Да, кстати, то есть это он вам эти вот эротические моменты в конце подсказывал? Это он все поставил. Он даже поставил их все. О, Боже. Мы подкорректировали. Подкорректировать там надо было, да. Потому что если бы мы сделали, как показал Алан, то было бы тушить и свет. То было бы как раз 600 тысяч просмотров. Да? Он просто дал идею такую, что фильм, клип должен быть в духе фильма Тарантино, который называется «Dash Proof». Там про гонщика ненормального, который, в общем, к концу фильма убивает невинных девушек, а в конце, в самом конце фильма, сильные невинные девушки его убивают. И там есть такая сцена стриптиза в каком-то сельском пабе, где, в общем, такая толстая с жирком девушка с грязными ногтями. Не толстая с жирком, а Сэн Махайк. Нет, не Сэн Махайк. Там не было такой актрис, она танцует в рептиз. Нет, 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 не Сэн Махайк. Вообще блондинка какая-то, странная, крашеная, так и нехоженная. Абсолютно танцует вот этот вот сельский рептиз. Вот, ну и мы решили так страшануть. Я не смотрела этот фильм, но я знаю, что еще наш клик был основан на событиях прекрасного фильма «Пятница, 13-е». Ну, а еще очень страшное кино. Ну, и в общем, все приплели. Все приплели. Ну, на самом деле, такая ностальгия по хорошему американскому триллеру, хорастику, не знаю, ну и... Конечно, с элементом комедии. Как последний? Последний от меня. Дальше буду уже читать то, что приходит. А что, да, пять минут посидели, хватит. А откуда Алексей Воробьев? Вот, вот, расскажите мне. Мы сами так удивились. Ну, для меня это был, да, шок. Шок в каком смысле? Хороший или слух? А мы тоже только в телевизоре потом увидим, что-то смотрим, а там кто у нас снялся. Девочки, врут безбожно. Давайте, подчестуем, все подчестиваю. Мы уже родные, мы вам доверяем, поэтому давайте. Все как было, расскажите. Так, Воробьев. Рифма просто была, ну ладно, поэтому Воробьев. То есть практически под Воробьева песни написали. А вы титры видели в конце, как смешно? Это главная задача для Алексея Воробьева, потому что это титры, на самом деле, они раскрывают суть его актерского таланта. Кратя вам подробнее. Да, он не мог больше нигде показать свой актерский талант, он на штаб, поэтому. Слушай, все, хватит, Алексей прекрасный парень тоже приходил. А мы ничего не говорим. А вы все-таки болели, когда он на Евровидении был занят? Болели, конечно. Мы были в каком-то городе. Да, да. Причем пропустили его выступление. Потому что мы выступали в это время, потом включали и смотрели. А потом включали и смотрели уже повтор, ну вот когда участников, вот по кусочкам. Мы сначала посмотрели кусочки, потом мы в интернете, пока начало голосование, мы в интернете посмотрели все выступление. Ну, в общем, было весело. А сейчас следите за Евровидением? Ой. Ну, так мне приходилось по долгую работу, которую я исполнила в течение месяца. Ну, в любом случае, я считаю, что за своих надо болеть всегда. Молодец, патриотка. Потому что свои новостями следила, когда она у меня в Дипбоксе была ведущей в течение месяца. И я все новости знала. Ищала все новости, и все новости более-менее. Да, приходила, говорит, вы знаете, и все новости. Да, самая такая осведомленная. Ну что, девчонки, давайте по вопросам наших читателей Олечка спрашивает от Олечки целых, я не знаю, 10 вопросов. Мы так будем идти постепенно. Девушки, в чем секрет вашего позитива и долголетия в группе? Еще такой вопрос про фабрику звезд. Какая фабрика звезд вам больше всех нравилась и нравится? Ну, кроме первой. Я отвечаю про позитив. Нам просто в чай что-то добавляют, поэтому... Да, пришли, пришли, стали вдруг веселыми. Дальше отвечайте. Фабрика звезд, это фабрика звезд, это замечательный проект, который дал нам очень много, и мы, наверное, будем благодарить его всегда, да, и Первый канал, и Игорь Матвиенко. И что касается любимой, не знаю, мне понравилась фабрика звезд «Возвращение», которая была в прошлом году. такой, такой вброс адреналина, потому что, ну, ты реально чувствуешь себя, как будто тебе вот 18 лет, ты фабрикант, и как будто бы не было тебя за плечами тех 10 лет на сцене. Ну, как каким-то волшебным образом так получилось. Вы же тоже участвовали, да, я просто так смотрела на бегу. Ну, вот я говорю, вот я говорю о наших чувствах, что мы даже расстраивались, когда там что-то как-то там сказали не так. Ну, почему они так говорят? Он говорит, ну, девочки, расслабься, это же шоу. И в итоге первое место там Тайная Казыня, да? Да. Неожиданность? Тайная Казыня. Нет, причем Тайная Казыня очень ломка. Ожиданно. Вика, да, Джокер, по-моему, любительские, то есть зрительские симпатии, да? Хотя, честно говоря, не, я очень люблю Вику, но, на мой взгляд, кто цело с ней себя показал в этом конкурсе, и, ну, вот он так прям на голову выше, и он все сам делал, аранжировки, да, конечно, я считаю, что Доминик заслуживал. Ну, я считаю, что Доминику, в принципе, участвовать в этом конкурсе уже не нужно было, потому что... Ну, и вообще в любом конкурсе, потому что Доминик уже проявил себя еще задолго до этого, да, и не только на Фабрике Звезд, но еще задолго до Фабрики Звезд, даже в которой он участвовал, вот, и все это прекрасно знают, поэтому это скорее был даже не конкурс, а такое просто показательное выступление, да, для всех, ну, на самом деле. А у нас вопрос, я продолжаю от Оли, да, читать, Ира, персональный тебе вопрос. Ирочка, ты кого-то любишь или твое сердце до сих пор свободное? Ты очень скрытая в этом вопросе. Давай, нам нужна сенсация, девочка. Давай, 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 давайте работаем сегодня на сенсацию. Так, работаем с сенсацией. На самом деле, Ира любит меня. Я уже, да, ну, то этого вот даже не обсуждаю. Слушайте, прекратите, вот вспомню группу Серебро, которая тоже у нас, так, что взгляд из-под рестниц. Очень любит. Она смотрит с ней, очень любит. Она всегда из-под рестниц. На самом деле, группа Серебро прекрасная группа, и на Мировидни, кстати, они выступили отлично тоже. Они просто тоже, когда им задавали вопросы, вы понимаете? Они сказали, что любят друг друга? Да, они сказали, что любят друг друга, но это у них различно. Нет, нет, вы понимаете, в чем дело? Просто есть такая, как бы, неоглашаемая форма поведения артисток, что они должны быть или свободны, или уже замужем, ну, как бы, уже некуда назад. И когда девушка свободна, она особо не афиширует, кого она там любит, вот, поэтому тут уже дело Ирины. А как это может быть? Когда она свободна, она не афиширует кого она. Нет, ну, она не говорит, что, вы знаете, я вот влюблена в Василу Пупкина, вот, и мое сердце не свободно, вот, и все, 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 до свидания. В общем, как бы мы вас не путали. Нет, это Ирина расскажет. Сейчас она может вам... Да, вопрос был Ирине, но ты так разошла. Нет, просто. Ну, наверное, я... Соглашусь, да, я опустила глаз. Соглашусь. Ну что, девчонки, на самом деле, у нас все очень просто. Если вам не нравится вопрос, вы вправе на него не отвечаете. Нет, нам не нравится. Нет, когда нам не нравится вопрос, мы отвечаем так, и там, вы спрашиваете что-то, вот, да, или нет. Так, ну, ты Ирина тоже может сейчас ответить, да, например, или нет. От Оксаны у нас вопрос. Девочки, когда будет ваш гастрольный тур, очень хотелось бы увидеть вас в Санкт-Петербурге. Вы не думали об этом, и когда ждать следующий хит от фабрики? Вот, твой любимый вопрос. Да, я отвечаю, да. Да. Конечно, будем. Как только пригласят, тогда и поедем. Особенно учитывая то, что Петербург – мой любимый город. У меня там куча друзей, у меня там куча преподавателей с университета культуры, и вообще мне туда давно пора приехать уже, навестить всех. А я тут сижу с вами, да, я говорю, действительно. Давайте с прямого эфира вот что нам приходит. Настенка спрашивает, девушки, здравствуйте, я ваша поклонница, скажите, тяжело ли сниматься было в клипе, что понравилось, что запомнилось вам? Вот так вот. Безумно тяжело, безумно. Не, да ладно, было ж тяжело. Было тяжело, конечно. Была и утром в плюс пять надо было в купальниках бегать. Вот это, наверное, единственное тяжелое место в клипе. На самом деле, съемка в клипе – это, ну, не знаю, для меня, по крайней мере, это удовольствие, я всегда с нетерпением жду, потому что это очень-очень долго ты этого ждешь, и очень быстро это все проходит, потому что как-то раз так, и все. Потому что обычно мы клипы снимаем достаточно быстро. А здесь была такая ситуация, что мы реально практически сутки работали. Практически с утра. Да, да, даже, по-моему, ровно мы считаем. Вот, и самый последний момент, убийственный просто, был, когда на нас надели купальники ретро, там они есть немножечко в клипе. Вот, на деле купальники поменяли прически, причем, когда нам меняли прически, мы уже спали, я даже свою прическу в зеркало, в принципе, не видела. Я не знала, как я выглядело. Тебе приснилось все это? Ну, когда я постоянно смотрела, я поняла, что и не надо было мне смотреть, я не ошиблась, все хорошо было. Все было хорошо, не надо было тратить лишнее время. Да, да. Мы в таком бессознательном состоянии уже снимались, и было, на самом деле, очень холодно, потому что это, это, а какое время года это было, я уже забыла. Это была весна, но это был лес, и утром роса выпала. Вот такой скользкий бонстамент высокий. Да, и он так шатался, деревянный, вот с такими щелями. В общем, вот, мы на каблуках изображали то, что мы бежим по лесу, было реально плюс пять. Но больше всех сияла Ира, и Алан у нас спрашивал, может, она что-то выпила, скажешь, что? Она всегда такая. А Ира запретила. И Алан сказал, я запрещаю что-либо принимать. Не то, чтобы мы очень рвались, он просто сказал, у меня такие правила, девчонки, если вдруг вы захотите, я понимаю, что плюс пять на улице, но у нас ехают. Мне что-то поддержать, да, вот так вот дать. А нет, в самом деле, главное, стеклее. Только ты чуть-чуть выпиваешь. Сыпрочи, наверное, секреты. Так, ваша поставили. Ну что, девчонки, дальше у нас Яна задает вопрос. Ира, тебе вопрос. Ирина, вам не обидно, что рамки группы не дают возможность показать все ваше мастерство и опыт в хореографии? Почему дают? Ой, последний книг, да. Там была хореография особенная. Да, вот по этой части. Скоро в апреле, обещали в апреле показать проект «Танцуй». Вот в первый выпуск Катюшину мастерство показывали. Проект «Танцуй» на канале. Я там ходила, я там ходила. Канал СТВ, проект «Танцуй». Был уже первый выпуск, отсняли, там Катюшин танцевал. То есть там какие-то команды танцевания профессиональные. И на какой-то стадии их соревнований к ним в команду внедряют одного артиста. Дают им один день. Да, один день, и ты делаешь с ними номера. А сейчас второй сняли. Кстати, вот посмотрите, в первом выпуске там победила команда Джек Гарротс. Посмотрите, пожалуйста, их вообще... Да, я сейчас пошел все хорошо и пойду. Все про себя расскажи. Да, а сейчас второй выпуск сняли тоже проект «Танцуй» тоже. На Муз ТВ, скоро должны его показать. Смотрите. Там я тоже сейчас, да, посмотрите. У тебя есть где применять свои таланты? Ну, где я с девчатами тоже стараюсь. А я не досмотрела. Недавно там мы с Саньком, когда ничего не получилось, мы пришли, ну, есть такой проект «Драйдер». Что это мы с тобой? Все, не будем. Нам не платят за это, честно. Да, ты... От себя. Просто мы помним еще его лысым. Такой мальчик ган, вот он, короче, классный танцор. И мы его вот часто еще видели в этих клипах, когда где-то там везли в аэропортах, в лондонских, вот. Короче, Антони, мы сейчас снова к нему пришли заниматься. Вот, ну, короче, длинная схема, там разогревочка, все-все-все-все. И потом приходит там ТВ, мы все такие вот... С растрепанными волосами, с текущими лицами. И вот это вот интервью потом. Да, примерно так это и выглядит. Вариант смешно. Причем они еще там комментарии, как всегда, вставили. Журналисты же любят комментарии вставлять. Было вообще без подобных. Девчонки, я читаю вопросы из прямого эфира. Василий Светоморский пишет. Будет ли вы в этом году... Будет ли в этом году юбилейный концерт Фабрики? Ну, мы надеемся. А сколько, десяточка? Десяточка. Эх. Десяточка. Катя. Звучит так, как девушке говорит, ну что, тридцаточка. А что, ну, есть какие-то хотя бы придумки по этому поводу? Ну, мы пригласим Элтона Джона, чтобы аккомпанировал нам. Ой, люля моя, люля. Ой. А потом, значит, очень круто. А потом... Давайте скинемся и правда пригласим. А потом выйдет... Не, я благодарю. Не будем скидываться. Хорошо. А потом выйдет... Как же... Сейчас. Слушай, ну, ни одного серьезного ответа. Нет, а вы что думаете? Не серьезно? Мы на самом деле... Ой, извините, пожалуйста. О! А у нас так бывает. Ваня с Александрой пришли, значит, и с Ириной, по-моему, тоже. Да? Ну, просто мы вдвоем отвечали. Это было просто так... Это такая кора была. У нас было 80 съемок, и через... Как-то была дырка в 2 часа. Негде было... Ну, вот 2 часа надо было где-то побыть, а мы уже не есть, не спать ничего не хотели, а 2 часа... Ну, смотри, пригласили на премьеру фильма. Фильма, да, в октябрь. А предыдущая съемка была в весне, через дорогу. Мы думаем, пойдем в кино, поспим. Ну, приходят там премьеру, а нам шлют эти самые смс-ки, что там вот завтра премьера такая-то, послезавтра такая-то. И у нас обложилось... В общем, в общем, фильм «Трон» мы перепутали с туристом, с Джонни Деппом. С Джонни Деппом, да. И вы, значит, у нас человек в костюме какого-то летающего, неотказанного объекта, берет интервью, не знаю, в костюме джедая какого-то, и говорит, ну что вы скажете про фильм? Мы такие, ой, мы пришли, конечно, смотреть на Джонни Деппа. А Джонни Депп, Джонни Депп, а Джонни Депп... Ну, ладно, честно скажу, полчасика я все-таки сняла. Так, девшонки, возвращаем к нам Иру. Это, знаете, есть такая игра, когда все собираются за столом, да, и складывают... Свои телефоны в огонь, в костер складывают свои телефоны. Вот сейчас будет все за половиной то же самое. Я знаю, что есть такая игра, идешь в ресторан, и ты кладешь телефон. Кто первый возьмет, тот и кладет. Ух ты, да! В кладу ресторана. Это у него молодой человек рассказал. А еще замечательная вещь. Я недавно читала где-то какой-то, вон, то ли, в Твиттере, или где-то еще, кто-то написал о том, что жена, как бы, делала подарок на день рождения мужу, там, большую-большую программу, и она отобрала у всех гостей телефоны, прям при входе, как они зашли, она всех забрала телефоны, все, говорит, все, чтобы не отвлекались, и не выдавала их. Правильный подход. Ну, это напряжно, реально. Мне кажется, это прекрасно. Девчонки, у нас, смотрите, прошло 20 минут. У нас всего 30 их, так что что, давайте соберемся. Быстро и поддело. Да, быстро и поддело. Не, быстро, можно не быстро, но поддело, главное. У нас есть вопрос... Все понятно. Нет, я вас, на самом деле, очень люблю, и мне с вами хорошо и весело, но просто потом мне будут приходить письма о том, что... Гневные, да, о том, что вы с вами не отвечаете на вопросы. Снежана спрашивает вас, здравствуйте, девушки, что вы любите делать по хозяйству? Ну-ка, быстро говорите. Я очень люблю... Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Просто очень люблю. И пока... Отпозорилась. Нет, я люблю мыть посуду. Нет, я посуду мыть без перчаток. Я посуду мыть просто ненавижу, поэтому я ее складываю сразу после того, чтобы... Так я же вот, я и приду. И я могу. Все, хорошо. Я люблю готовить что-то вкусное и быстрое, желательно. Да-и-и. Что последнее приготовила? Вчера... Нет, позавчера... 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 Ой, нет, давно это было. Нет, позавчера. Позавчера пекла балкарские пироги, которые называются хичины. Чего нас не позвала? Да, извините, но я... Хотя бы привезла немножко. Я стала... Это у нас Анастасия нас часто зовет. А мы что-то... У нас Анастасия спрашивает. Здравствуйте, у меня вопрос для Кати Лиз. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Катерина. Мне очень нравится, как вы поете. У вас очень сильный и красивый голос. Вот мой вопрос. Ой, Господи, как вы любите проводить свободное время? Может, есть какое-то любимое занятие или хобби, кроме пения? Я так предполагаю, что ты готовишь. Нет. Нет. Это не хобби, это хоббит, хобби. Это данность. Это данность, да. Нет, ну, мне миллиард хобби. Я, правда, вот их последние месяца два забросила. Месяц. Но вот с завтрашнего дня все начнется заново. Веру, я занимаюсь там вокалом. Это не хобби, конечно. Сейчас начнутся танцы. Хобби — это фехтование. И я хожу на философию. Сейчас начнется испанский язык. Когда ты работаешь? Сейчас начнется испанский язык. Сейчас все начнется. Вот, ну и вот еще парочка там. Девчонки, с прямого эфира, Саша, тебе вопрос. Спасибо, пожалуйста. Сашенька, привет, ты отлично выглядишь. Всегда. Скажи, как тебе это удается. Всегда. Ну, я стараюсь... Стоять природой. Я стараюсь в редьке, знаете, редьку накладывайте вот так вот. Редька, она щипит. Я пробовала, не надо. Ты на макияж, наверное, не пробовала. Нет. На макияж, надо пот, понимаешь? Пот. А потом сверху, да? А сверху залеплять вот так лицо. Залепышем. Вот этим вот гримом, да, который театрально такой залепляет. Вот. Получится то, что сейчас. Там парникулый эффект, и поэтому влага глубоко проникает в кожу. Все, сейчас ты сами. В общем, надо высыпаться, и в душе чувствовать какое-то счастье и радость. Это самое важное. И никому не завидовать и не злиться. Ну, так вот это сделать. Так. Я тебе помогу. У нас вопрос от Ланы. От Ланы из Москвы. Она пишет, Ира, Катя и Сашенька, добрый день. Ваша экс-коллега, кстати, Казанова, ездила на проект каникулы в Мексике. А вы бы хотели туда поехать? И как вообще оцениваете подобное откровельное шоу? В качестве кого, простите? А садипами, если я просто как бы. Ну, гостями, да. Гостями. Не, ну как бы, почему бы и нет. Мне кажется, здорово отдохнуть еще чуть-чуть. Нет, если ты тут отдохнуть, то да, вообще нет. Ну, как вы к шоу относитесь? Она довольно провокационная. Я плохо отношусь к такому шоу. Они там бьют друг друга? Мне не нравится, потому что такое ощущение, как будто бы... Я смотрела американскую версию. И мне тоже не понравилось. Ну, не знаю. Ну, не то, что не понравилось. Это и есть формат, да, такой реалити-шоу, где просто, в принципе, ни о чем, да, люди об отношениях, люди там... Ну, я бы даже это отношение как-то так не... Ну, понятно, что это все шоу, да, но нет, но это и есть формат такой. Просто я считаю, что на музыкальном канале такого формата не должно быть. Потому что на музыкальном канале должна быть музыка. Ну, извините. Я считаю, что вообще свое время тратить на просмотр такого, это преступление. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам. А у нас вопрос... От кого? А, от Виталия. Уже 10 раз поступил один и тот же вопрос. Девушки, расскажите, что за фотограф фотографировал вас во время клипа в купальниках? Это была концепция клипа или какая-то фотосессия? Естественно, вы самая сексуальная женская поп-группа. Написала нам Виталия. Естественно. Вот это вы клипа, что ли? Нет, я думаю, что Алибаба, скорее всего, потому что там в купальниках. А, фотограф. Фотограф тот, который... Нет, нет, не помню. Виталий, у нас фотограф это тот, который фотографирует. Виталий, простите нас, пожалуйста, мы не помним, к сожалению, имя. А может быть, это он? А может, это фотограф, который написал? Не знаю. Нет, на самом деле, очень много фотографов, и, к сожалению, не удается. У нас в журнала «Теленеделя» был фотограф, который фотографировал у нас. Чего, конкуренцию сдаешь? Во время съемок клипа последнего. Да, не последнего, предыдущего там в купальниках, а последнего и предыдущего. Да, последнего украинская команда. Да, украинский фотограф, кстати, брат жены, сестры. Нет, брат Владимира Ичименко, который снимал нам «Зажигают огоньки». Следующий вопрос у нас от Саши. Она пишет, девушки, на что вы больше всего любите тратить деньги, и как относитесь к мужчинам, которые зарабатывают меньше вас? Мы не знаем таких. Что же? Ой, 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 деловая. Я к нему отношусь... Я к нему отношусь, как? К ним. Почему к ним? Да мне показалось. Нет, я к ним отношусь с пониманием и с надеждой, они будут зарабатывать больше, чем девушкой. Такой мужчина может быть рядом с тобой, вот, конкретно, в качестве мужчины? Нет, нет, потому что он будет чувствовать себя неспособным мне как-то меня... Ну, мужчина должен быть мужчиной. Катька, не дальновидная. Ты надо быть дальновидной и смотреть, если есть перспектива у человека, который рядом с тобой, даже если он меньше зарабатывает. Даже если у него там нет работы или чего-то такое, записывай, пожалуйста. Да, да, да. А вот на листочке, пожалуйста, и нормальной ручкой, они не в воздухе. Я считаю, это одно и то же, конечно. Если перспектива есть, это уже есть, то, что он старается, и у него... Если ты видишь это, если ты видишь, что он стремится, если ты видишь, что он не просто сидит и время свое тратит ни на что, там, на клубы, на дискотеки, например, или там он тратит время, типа ищет работу, но не находит ее, да, или там еще что-то делает, но как бы понятно, что там уже ничего не может быть, потому что человек просто ленится, да, например. Но если человек стремится, если человек хочет, у него это рано или поздно получится. Поэтому я считаю, что нельзя вот так просто говорить, что... Нет, я же не меряю, сколько... Да, нет, я вообще не о тебе говорю, я просто говорю, что нельзя отсекать таких людей. Если человек хороший, и если есть перспектива, то надо рассматривать. А на что мы любим тратить деньги? На что ты любишь тратить деньги? Я, наверное, могу ответить за всех. Давай. Релакс, релакс. Тыкин, 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 я же... Я не веду. Катя, мозги, 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 зашевелить. Деньги каждый из нас тратит на учебу какую-то еще, на саморазвитие, на все, что есть интересное еще в мире. Вот. Катя, перечислила вам на музыку, на какие-то свои... Что, не банально на платьишки, может быть, что-то... Ну, знаете, я тратила... Нет, я тратила деньги, прям большие на платьишки. Ну, может быть, года... Когда-то, да. Года три назад. Семь лет назад. Саша, можно я буду дарить тебе красивую обувь, в какой размер ты носишь? Вот размер ноги... Тридцать семь, есть тридцать месяц. Пусть ты, наконец, красивую обувь подарится. Тридцать семь, если большие меры, а ты тридцать семь с половиной, если маломерки. Все же ты завалит. На самом деле, люблю, правда, обувь и... Ну, все. А вот такое зло, да? Все, мне в твиттере вчера написали, что Катя нашел тебе кеды. И фотография кед, почему мы там будем вместе гонять, какое-то такое... Кеды прикольные. А еще мне подарили кеды, прям, несколько дней назад, на колесиках, о которых я мечтала. А мне Ирина из Гонконга какие кеды привезла, вообще закачаетесь. Все с вами, ох. Как выйду в них, все. В следующий раз тогда. Да, приду. Все в кедах. Все в кедах и стол в следующий раз уберите. Чтобы было видно. Кататься. У нас вопрос, как... Ой, опять Саша, да? Василий Светогорский пишет, привет, девчонки, с премьером замечательного клипа. Спасибо большое. Саша, можно ли добавиться... У тебя все-таки персонализируют. Можно ли добавиться к тебе в друзья в Твиттере простому, смертному? Я давный твой поклонник, считаю твои Твиты, и очень хотела бы дружить. Если не в живот, то хотя бы по интернету. На самом деле, когда говорят добавиться, это... Он даже... Пошахивает одноклассниками. Вот, Твиттер немножко другая вещь. И, ну, пишите, пишите. Может, вы меня заинтересуете. Что такое надо написать? Нет, я не знаю. На самом деле, если мысли... Твиттер ведь для чего? Не знаю. На мой взгляд, Твиттер для того, чтобы писать какие-то свои мысли, писать, там, выкладывать фотографии какие-то интересные, да? Какие-то наблюдения свои. Если будет что-то интересное, с удовольствием буду читать, и с удовольствием буду отвечать на интересные вопросы. Вот, кстати, пусть пишет вопросы. У нас вопрос от Артура из Москвы. Он пишет. Девушки фабричные, привет. Как думаете, только честно, ваши песни переживут вас, или вы все же поете хиты, срок жизни которых максимум лет пять? Ох, какой серьезный вопрос. Я стараюсь не думать на такие темы. Действительно. Не знаю, мне кажется, странно вообще думать о том, если ты думаешь все время о том, как пойдет там песня, или как пойдет клип, и если будешь постоянно думать о том, как там... Песня актуальна, извините, Санечка, песня актуальна, я дополню у тебя, песня актуальна сейчас, в данный момент, для русского народа. Вот. Большего желать, мне кажется. Надо радоваться тому, что есть. Песня актуальна сейчас для русского народа. Не, ну, по крайней мере, десять лет уже некоторые песни крутятся, и их все знают, их все помнят, там, про любовь, не виноватая я, Лелик. То есть, ну, посмотрим, как дальше будет. Мне кажется, песни Игоря Матвиенко вообще, в принципе, достаточно вечные. Не для настоящего момента, по крайней мере. Некоторые, да, переживают артиста, хотя еще пока все живы. Но я уверена, что некоторые песни любят, может, Иван... Все пока живы. Иванушек, не знаю, может, но песни любят, может, переживы. Просто Дима спрашивает. Привет, а вы хотели бы поехать на Евровидение с крутой песней и покорить всю Европу? Нет. Поехали? Нет. Зачем? Я не хотела бы поехать на Евровидение, поступить в музыкальное училище, не знаю, еще что-нибудь такое. Ну, мне кажется... Сейчас наехала вообще нормально, для того, кто закончил музыкальное училище. Нет, просто я хотела бы поступить в музыкальное училище, когда я закончила школу среднюю. А сейчас не хотела бы. И на Евровидение не хотела бы. Сейчас зачем тебе поступать в музыкальное училище? Вот и я говорю, зачем нам на Евровидение? Так, девочки, не ссорьтесь, поехали дальше. Мы не ссорьтесь. Когда будет встреча с поклонниками, спрашивают. Когда будет встреча с поклонниками? Когда вы соберетесь, ребята, в одно место, тогда мы все истинные. Как это же, наверное, все организовано, я не знаю, как в этих случаях кто. Я думаю, что активист от поклонников должен написать... Дозвониться в нашу пресс-службу. Дозвонить, да, в нашу пресс-службу. Высывайте, пожалуйста, манитеров, пожалуйста. Сами, на самом деле, мы сами с удовольствием это все поддержим и устроим, если вы хотите с удовольствием. На самом деле, правда, но просто нужно это решить с пиар-агентом с нашим. Та-рам-пам-пам. У нас Маша спрашивает у тебя, какие иностранные языки ты знаешь? Я знаю чуть-чуть, совсем чуть-чуть французский и еще меньше английский. Жима-па-ит. 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 Сейчас мы дойдем. Тут просят вас спеть в прямом эфире, я оставила на консолочку. Так что ты молодежь, ты разбиваешься. Сашенька, ты очень красивая девушка. Очень люблю смотреть на твои фото и читать твои интервью. Ты большая умница. Жду с нетерпением рекламу с тобой. Ты лучше. Напиши, пожалуйста, когда ты будешь сниматься в кино. Вот так. Ох, как много сразу. Всего спасибо большое. Очень приятно за такие теплые слова. Реклама выйдет совсем скоро, где-то в середине апреля. Я тоже ее жду и не дождусь, потому что это для меня очень серьезная такая, даже актерская, могу сказать, работа. А мы сейчас о какой рекламе применять? Не знаю, можно мы поговорить, да? Ну, пока не будем раскрывать все секреты. Потому что в одной марке я тебя видела. Это уже другая реклама? Да, другая. Ага. Все. Да. А с кино у нас? А с кино? А с кино? Пока не знаю. Я с удовольствием снимусь и жду предложений. По поводу твиттера. Он сегодня у нас в Переде планеты всей. Ир, тебе вопрос. Ира, что для тебя твиттер? Просто мимолетное общение или кого-то ты, может быть, запомнишь? И так, 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 так. Раньше ты говорила, что интернет для тебя не важен вообще. Что-то изменилось с появлением твиттера? Или все так же, как это было? Ну, дело было так. Нас прозвали на собрание. И меня практически обязали заниматься, ну, зарегистрироваться в твиттере. Вот. То есть, сначала я это сделала через НАДО. Потом мне понравилось. Вот. Втянулось, да? Да. Сначала я там читала там ребята каких-то. Потом поняла, что, ну, то есть, я сейчас не читаю никого, кроме там четырех, ну, там, науки. Наука, новости и все такое. Мы туда не входим. Да. Я, ну, да. Вся чепуха, которую мы пишем с Сашей, туда не входит. Ну, дело не в это. Я схожу, читаю там, когда хочу кого-то, так, чтобы… Ну, зато я стараюсь отвечать почти всем, кто мне пишет. Ну, насколько я успеваю это делать. Ну, что, девчонки, нам остается с вами… Всего что ли уже? Да. Так быстро. Быстрее, сейчас минут прошло. Вместо тридцатей. Что споем? Подождите, дайте я вам прочитаю. Просто прочитаю здесь вот наш читатель, который вас очень активно спрашивал про то, будете ли вы сниматься для мужского журнала. Он пишет вам следующее пожелание. Девушки, голосую за вас в золотом граммофоне. Желаю вам получить золотой граммофон. Спасибо. Вы очень привлекательные, очаровательные и сексуальные. Почаще показывайте свои красивые стройные фигуры. Я вас люблю. Вот так вот. Спасибо вам большое. Хорошо. На самом деле очень приятно. Да, мы забыли за золотой граммофон. Голосуйте. Нам будет очень приятно. Молодец. Подсветил. Ты на продюсера же, да, училась? Я уже закончила. Закончила, да. Вот чувствуется вот этот вот схват. Жилка есть, да? Здравствуйте. А реклама, знаете, как приятно. Девчонки, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что кого-то мы как-то сегодня взбодрили этим серым деньком. Давайте что-нибудь, эх, такое. Или сначала пожелания, а потом. Давайте, Саша, как продюсеры говори, как нам красиво сделать. Ой, я не знаю. На самом деле то и другое. Хорошо. Давайте пожелания, давайте пожелания тогда. Тем, кто задавал вопросы, кто сейчас смотрит и потом будет смотреть. Пожелания. Пожелания у нас будут такие. Пусть эти серые, к сожалению, весенние, будни, пусть у вас внутри будет хорошее настроение. Давайте мы все вместе соберемся, как я любила говорить на фабрике звезд. Давайте мы все вместе соберемся и свою хорошую, позитивную энергетику, скажем так, вольем в массы, и чтобы наконец-таки засветило солнце. То есть переборем вот эту вот серую, такую ужасную погоду и плохое настроение. Да, проснись, улыбнись, вот что называется. Даже если рядом никого нет. Мы с тобой рядом здесь сейчас. А мне нравится дождь и снег. Чего? Шапка. Ну не всегда же к нему в шапке. Нет. Не всегда. Ну не в апреле же. Ну нет. Девчоночки милые. Ну давайте так. А что поем-то? Не знаю, что будет. А что вы хотите? Ой, давайте споем. Я хочу за... Вот это за... Целую я тебя. Вот это еще я хотела. Мы все время ее поем. Мы все время ее поем. Мы все время поем фильм о любви уже в последнем. Мы споем чужую песню. А я и Олику еще люблю. Мы споем не свою песню. А мы споем не свою песню. Да? Нажимал время? Да. Или нас уже не показывают. А, все еще пока не вырубливаетесь. Девчоночки, спасибо вам огромное. Друзья, на этой прекрасной ноте мне кажется очень оптимистично и позитивно. Я говорю вам большое спасибо, что вы были с нами, задавали свои вопросы. За эфиром мы в эфире. И всего доброго. Вууу! Девчонки, можно я задав... Я так приступала. Для здоровья нужно по этому вопросику вам задать такие коротенькие.